Взрывали лед сегодня на реке Берля. Дело в том, что она имеет очень много поворотов. И когда лед тает, большие глыбы на них скапливаются, в результате чего образует затор и вода топит ближайшее сельское поселение Бурундуки. В настоящий момент происходит подготовка подрывных зарядов. Учитывая толщину льда и глубину реки, было решено закладывать 1 килограмм и 200 граммов тротила в одну лонку. После взрывники прикрепляют к заряду зажигательную трубку, которая горит 50 секунд и отходят на безопасное расстояние. Главное в такие моменты, как уверяют и взрывники, и спасатели, не зрелищем наслаждаться, а смотреть, как бы осколок льда на голову не упал. Для каждого конкретного случая производится определенный расчет. Все зависит от ширины реки, глубины, соответственно, реки или толщины льда. В основном производится на затороопасных участках, либо на автомобильных, под автомобильными мостами. Это делается с целью ослабления льда, прочности льда. Пока взрывники готовили очередной заряд тротила, сотрудники МЧС обошли жителей и напомнили о том, как нужно действовать в случае подтопления. Напомним, опасно высокий уровень талой воды ожидается на реках Кубни и Малый Черемшан, которые протекают через 8 районов республики.